Всем доброе утро, ребятушки! Я Владислав Шендяпин, блогер. Имею канал на ютубе Владислав Шендяпин. Также есть у меня второй канал Влад Шендяпин. Не забывайте на него тоже подписываться. И напоминаю, что тысячный подписчик на втором канале, когда мы добьем тысячу подписчиков, тысячный подписчик получит 100 рублей. Гарантированно, ребят, гарантированно. Также каждые, наверное, 500 подписчиков в дальнейшем, да, 100 рублей. То есть самое главное на ютубе это пробить планку в 1000 подписчиков. Дальше планка падает на 50% в два раза, соответственно, каждый 500 уже подписчик, не тысячный. Каждый 500 и после 1000 подписчик будет получать 100 рублей. То есть шансов еще больше становится. Так что, ребята, приводите своих друзей, знакомых, одноклассников смотреть мой канал, подписываться на канал. Взаимствуйте, писать комментарии. Так вы будете мой канал продвигать в топ. Будет больше зрителей приходить, больше лайков ставить. Соответственно, быстрее будем набирать подписчиков. И у вас просто шансов больше становится, чтобы быть там 1500 подписчиком, 2000 подписчиком, 2500 подписчиком. Шансов становится больше. А дальше мы, естественно, там, когда у меня будет 5000 подписчиков, да, 7, 8, 10 тысяч подписчиков. Планка будет понижаться. Шансов у вас выиграть будет еще больше. Там, допустим, мы планируем так, что, допустим, если будет 5000 подписчиков, планку опустить. Каждый 250 подписчик получает 100 рублей гарантированно. Опять же, с условием того, что он смотрит канал через VPN. Просматривает всю рекламу. Ролик просматривается до конца. Ставится лайк. Репост делается в соцсетях во всех. Активничает в чате, то есть на стримах присутствует. Активничает. Активность придает каналу. Ну и как бы все. Ты в дальнейшем можешь получить просто модерку. Как бы либо от меня, либо от модератора другого. Там Антохи, еще кого-то. От друзей модераторов можешь получить модерку просто в дальнейшем. И небольшие привилегии тоже будут. Так же, еще хотел спросить. Кто как сейчас зарабатывает на ютубе? Большинство по-разному сейчас стало зарабатывать. Даже до вот этой всей ситуации люди зарабатывали на ютубе такими способами. Ну что, в принципе, многим было известно на самом деле. Даже у меня в голове такие мысли ходили на самом деле. И скорее всего, это и есть действенный метод. И сейчас даже стали появляться группы, где комментарии, вся вот эта херня, все закрыто. То есть только через платную основу ты можешь как-то этому человеку написать там минимум от 500 тысяч рублей, допустим. Да, якобы заказать какую-то услугу. Шанс того, что он сольется. Много. Но многие люди на самом деле настаивничают, допустим, да. И вот таким, как я, у которых есть монетизация, они пишут, что типа нет, мы не обманываем. Вот буквально пару дней назад один из таких групп начал писать. Хотя я тоже случайно эту группу нашел, следил. И до сих пор слежу за такой группой. Ну, там комментарии и прочее скрыты. Но скорее всего, все от того, что люди, которые заказывают услугу, ничего этого не работает. Точнее, работает все на того человека, у кого ты все это заказываешь. Либо просто деньги прилетают, и вам взамен ничего. Либо с вами как-то сотрудничают так, что из 10 человек отбирается один или два человека, с которыми они вот реально прям сотрудничают, кто готов реально вкладываться. Допустим, там услугу стоит 500 рублей, человек готов там в пятикратном размере там или в десятикратном размере заплатить. Человек платит, и они знают, что у этого человека есть еще больше денег. Соответственно, они начинают как-то, ну, либо временно сотрудничать, либо на постоянном. То есть, если ты привносишь еще больше дохода, допустим, да, и один человек видит, у тебя перспектив больше, что ты готов еще больше вкладываться, ну, соответственно, того либо сотрудничают, либо временно, либо на постоянном, но уже начинают реально сотрудничать. И твои каналы начинают якобы там как-то продвигать, ну, постепенно, да. Какие способы? Многих, большинству, наверное, известно, что создавая плейлист на ютубе, да, большинство групп, даже таких вот я нахожу, где 10 тысяч человек сидит, 15-30 тысяч человек сидит, и я за такими группами слежу, как бы, но они раньше такую стратегию не раскрывали, а сейчас начали уже как-то постепенно раскрывать. Они просто создают плейлисты, на самом деле. В принципе, метод действенно, на самом деле. Как они многие пишут, одна из групп вот вчера написала, ну, в принципе, она и до этого написала, что можно создать плейлист, типа, они, знаешь, как-то все это косвенно начинают писать, типа, так, осторожно, чтобы никто ничего нигде не спалился. Вот, ну, это, скорее всего, это всем, наверное, известно, что плейлист создается там, допустим, тебе нужен такой ролик просмотрать, создается плейлист, нужно что, ноутбук или компьютер, да, ты несколько просто вкладок открываешь, мощный не нужен ноутбук, минимум 8 оперативки нужно, примерно, наверное, скорее всего, 8 оперативки нужно, желательно 16, а так 8, вот, чтобы несколько вкладок создавать, вот. И ты этим самым, типа, начинаешь прокручивать. Опять же, раньше все реклама, типа, все работало. На территории Российской Федерации реклама, она дешевая. И даже если восстановят монетизацию, она в цене не поднимется, так как российский рынок большой, и здесь много рекламодателей, вот, соответственно, и цена. И цена раскрутки, типа, якобы меньше, да? И, соответственно, сама реклама по себе, ее может быть больше, но она дешевая. На том же американском рынке, да, или там через Израиль, Италию, Францию, если смотреть, да, вот, то там реклама дороже. Ее может быть меньше, но она дороже. В совокупности ее цены, это 5 рекламных вставок примерно на твоем ролике. То есть, одна реклама, допустим, просмотренная во Франции, может стоить тебе 5 рекламных интеграций, допустим, да, на ролике. То есть, какая разница, 5 рекламных роликов просмотреть или одну. Наверное, выгоднее одну рекламную вставку просмотреть, и ты получишь как 5 рекламных вставок, ну, как 5 реклам в России. Вот, как-то так. Это примерно стратегии. Многие сейчас я смотрю, начинают как-то отписываться. Ну, в большинстве таких групп просто комментарии закрыты. А если открыты, то там вступление по заявке, там еще что-то, тебя рассматривают, то все, типа, вот, ведешь ли ты канал, нет. В принципе, оно и логично. И вот такие многие группы начинают писать тему, у кого есть монетизация и прочее. Что, типа, вот мы раскручиваемся, то все, типа, ну, типа, ну, якобы просят помощь, на самом деле, не совсем сказать, что они прям помощь, просят помощь. Они, скорее всего, хотят пытаться вытащить из тебя все бабки. Вот. Поэтому, ребят, не ведитесь на такие каналы. С одной стороны, другие группы, которые не пытаются развести, они как-то все это осторожно делают. И они, ну, уже говорят о том, что, да, плейлисты создаются. А сейчас, тем более, тем более через VPN, ты же не будешь просто так ролики в своих плейлистах смотреть без рекламы. Они, естественно, включают VPN. А VPN, это, естественно, даже находясь на территории Российской Федерации, ты, включая VPN, ты адресуешься через другой сервер. То есть, допустим, через американскую, Францию, выбираешь сервер себе удобный. Можно, конечно, и платный VPN использовать, но есть и бесплатный. Платный VPN тем, что больше серверов у тебя доступны, больше функций, да, можно, допустим, годовую подписку взять, там, 10 тысяч рублей, образно говоря. А купишь ли ты эти 10 тысяч рублей? Возможно, кстати, да. Возможно. То есть, если ты возьмешь подписку на год, стоимостью 10 тысяч рублей на год, да, тогда можешь, скорее всего, окупить. Вот. Но суть состоит в том, что работает ли эта схема сейчас? Я скажу так. Скорее всего, да. Она не продолжала не работать. Не было такого, что она не работала. Такая схема работала. И, скорее всего, как они пишут, типа, нужен ноутбук там, скорее всего, даже не один. Скорее всего, у них даже стеллаж стоит. Ну, скорее всего, даже, может быть, с планшетами. На планшетах я тоже видел. Это все равно, что как майнинг, ребят. На одной карте, как не секрет, ты не заработаешь. Чтобы зарабатывать на YouTube, также тебе один ноутбук мало понадобится. Тебе нужно минимум будет 10 вкладок, 10 роликов просматриваться будет. Соответственно, средний CTR будет увеличиваться. И 10 роликов будут проигрываться, допустим, образно говоря. Больше оперативки, мощнее процессор. У тебя будет больше, как его называться, вкладок открываться. Соответственно, больше реклама будет проигрываться. Вот. И я сейчас такую же тему тестирую. Не знаю, как она работает, не работает. Мне как-то пофигу. Работать не работает. Как-то, знаешь, накручивать себе рекламу, просмотрим ее. Ну, если многие так пишут, типа, зачем? У меня вопрос платить такие бешеные деньги людям, которые комментарии все закрывают. Давайте я свою такую фигню сделаю. тоже буду ваши ролики просматривать через VPN. Допустим, вы будете мне платить 500 рублей за 500 просмотров. То есть, каждый просмотр 1 рубль, образно говоря. Образно говоря, да, я пример сейчас провожу. С этого вы будете получать в 2 раза больше. Это примерно. Скорее всего, потому что я же буду просмотреть ваши ролики. Через VPN, соответственно, реклама будет дороже. Соответственно, нужны каналы, у которых подключена монетизация, 4000 просмотров и прочее есть. То есть, монетизация, все полностью. Все рекламные вставки работают. То есть, все галочки по рекламе активны. Соответственно, нужны скриншоты. И если вам нужно удвоение дохода, пишите, как-нибудь разберемся. Если чего-то я неправильно рассказал, пояснил, можешь написать в комментариях просто. Да и все, как бы вместе обсудим. Может быть, это не так работает. Я могу, конечно, ошибаться. Мы все можем ошибаться. Ребята, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, а также на второй канал. Напоминаю, что 1000 подписчиков на втором канале получит 100 рублей. Дальше планка просто понизится в 2 раза. Каждый 500 подписчик будет получать 100 рублей. Давайте наберем изначально на втором канале 500 подписчиков. Сейчас там 400, что-то там 40, что ли, или 459, не помню. До 500 подписчиков надо набрать. Появится спонсорство, ой, точнее, сообщество появится. Раньше оно с 1000 появляло, сейчас оно появляется с 500 подписчиков, сообщество. Тоже очень интересная вкладка. Так что, ребята, давайте, подписывайтесь на второй канал. Также у меня есть дзен-каналы. Тоже не забывайте на дзен-каналы. Заходите туда, будут видосы выгружаться тоже. Если вам удобнее смотреть ролики на дзен-канале, пишите это в комментариях. Я буду изначально загружать ролики туда. Кому удобно смотреть там, у вас будет привилегия. Так что подписывайтесь на дзен-канал. Если набираем отдачу, что на дзен-канал нужно все-таки первым загружать, мы будем первым загружать туда. Соответственно, приоритет будет сначала дзен-канал. И если ты хочешь раньше ролик увидеть, то подписывайтесь на дзен-канал. А если я куда-то загружаю первым ролик, то не факт, что я загружу на ютуб. Или куда-то другую площадку. Если я в ВК ролик загружаю, то не факт, что я могу этот ролик загрузить, допустим, там в ютуб или дзен. Также не забывайте в ВК подписываться. У меня есть две группы. Одна группа, это у меня стримерская, где я буду стримить. И группа блогеров называется. Там будут все видосы, мемосы и прочая херня. Фотики, скриншоты. Вот и прочая херня. То есть это все нужно сейчас как-то мобилизировать, ребят. Мобилизировать, как-то знаете. Совокупно все это собрать. Насчет ютуба и заработка. Можете написать в комментариях, правильно или я сказал нет. Скорее всего, да. Они так именно и работают. Ну а как иначе? Большинство, скорее всего, так и работает. Это так же, как майнинг ферма. Ты шесть карт, начинаешь с шести карт, ты их отбиваешь, ты их продаешь, ты в плюс уходишь. Либо ты можешь их не продавать, продолжить. Еще год пахать. Если они у тебя выживают, то ты вдвойне выигрываешь, и ты их прочищаешь, и ты еще и продаешь, ты вдвойне выигрываешь. Ты карту отбиваешь, еще ты сверх отбиваешь карту, и еще ты продаешь. Можешь даже чуть дешевле продать, у тебя еще быстрее их купят. А потом ты покупаешь уже не шесть карт, а, допустим, десять, двенадцать, двадцать четыре карты. Уже приумножаешь все это, и еще больше просто фармишь. Скорее всего, так это и работает. Так и многие работают. Начиная с одного ноута, допустим, запуская 6, 10, 15, 30 вкладок, 30 роликов у тебя крутится, а это 30 просмотров, допустим, в 10 минут, каждые 10 минут у тебя 30 просмотров. А в час это 300 просмотров примерно, да? Ты можешь так и 10, и 15, и 30, и 40 вкладок открыть. Потом ты этот доход, если ты просматриваешь свои ролики через VPN, ты его просто приумножаешь, покупаешь еще один себе ноут, еще 30 вкладок, и так, скорее всего, это и работает. Опять же, электричество ноуты потребляет меньше, чем стационарные компьютеры. Также можно перейти на планшеты, если у вас на планшете показывается реклама, вы также можете плейлист просто на планшете запустить и крутить, и планшет будет меньше потреблять, стояв на зарядке. Так большинство, кстати, да, майнят. Также, как на жестких дисках сейчас у нас майнят. Вот уже год-два назад, по-моему, начали майнить на жестких дисках. Но, опять же, нужны жесткие диски по 6, 8, 10 терабайт. Чем емкостнее, тем больше и доход. Но там доход такое, не прям уж, не больше, чем видеокарта. Ну, в полстоимости примерно будет, да, за год, наверное, один жесткий диск. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, лайки ставить, репосты, и до скорого.